Всем привет на этом канале. До сегодняшнего дня я пользовался такими токовыми клещами. Они в принципе меня устраивали. Но сегодня у меня появились другие клещи. Гораздо интереснее. В такой обалденно красивой упаковке от этой фирмы. Ну и давайте посмотрим, что там есть в срединке. Откроем чудесную коробочку. А там вот такая вот чудесная упаковочка. Театр начинается с вешалки, а хороший прибор начинается с хорошей упаковки. И надо сказать, что упаковка тут действительно очень классная. Такой чехол твердый. Фиг поломаешь. Сколько у меня приборов не было на обзорах, только один тестер был в такой жесткой упаковке. Это второй прибор, который пришел в такой жесткой упаковке. Ну и есть логотип. Для сравнения давайте старый прибор возьмем. В какой он упаковке? Вот такой вот мягенькой, невзрачненькой. Ну хорошо, что она есть, конечно, но плохо то, что она мягкая. Тут, конечно, все намного лучше. Давайте откроем, посмотрим, что там в срединке. А в срединке я вам скажу, если сравнивать старый прибор с новым прибором, то это как Жигули и Мерседес. Вот такой вот старенький прибор. В принципе, он меня устраивал. Нормально он работает, все чудесно. Но сейчас появился гораздо поинтересней приборчик. Поинтересней токовые клещи, которые на две головы выше, чем этот мой рабочий приборчик. Он тут уже немножко затертый. Этими клещами я пользуюсь, когда диагностирую аккумуляторы. Но давайте посмотрим, что тут у нас есть внутри. Тут у нас внутри есть отделение для инструкции. Инструкция, по-моему, на нескольких языках. Да. Английский, немецкий, французский, испанский, итальянский. Языки русского нету, украинского нету. Вот такой вот толщины. Этот букварь и таких букварей толстых тоже еще никогда, ни к какому прибору не было. Макулатурки более чем достаточно. Но нас интересует сам прибор. Давайте посмотрим, что входит в комплектацию. В комплектацию щупы до 10 ампер. По-моему, посмотрим, что они тут имеют. Да, до 10 ампер. А по вольтам, что у нас делается? Категория 3 до 1000 вольт. Категория 4 до 600 вольт. Щупы имеют защитные колпачки, соответственно. Так как положено по категорийности. Согласно технике безопасности. И, в принципе, довольно длинные. И так, чтобы вы себе на минуточку представляли, длина этих щупов метр сорок. Соответственно, тут есть технологические заглушки, которые теряются в первый же день использования. Так, щупы длинные, гибкие и очень-очень длинные. Дальше идут 3 батареечки. Это хорошо. И есть термопара. То есть, эти клещи токовые имеют еще встроенный мультиметр. И, судя по термопаре, он не обрезанный, как это обычно бывает. Потому что обычно на клещах и на подобных приборах тестер вроде как для наличия есть. Что-то им мерить можно, но он обрезанный. В этом случае полноценный тестер. И даже с термопарой. Ну, дальше разберемся, как это все работает. Но термопара у нас в наличии есть, что наводит на хорошие мысли. Посмотрим на сам прибор. Это, конечно, вещь. Берешь в руки и сразу чувствуется мощь. Клещи не очень тяжелые, но довольно представительские. Внушительные на вид. С этой стороны крепление для щупов. Модель токовых клещей 208D. Есть крутилка для включения-переключения режимов. Экран у нас цветной. Есть два гнезда для щупов. Ну, для того, чтобы понять, как они работают, давайте вставим батарейки. Запитываются клещи от трех батареек пальчиковых по полтора вольта. Соответственно, соединены последовательно. Это он работает от 4,5 вольта. Ну, и тут написано соответствие стандартам безопасности. Закрываем крышку. И приступаем к дальнейшему обследованию. С правой стороны есть кнопка Hold. Она же включает фонарик. Фонарик у нас вот здесь. Освещает рабочую зону. Так, ну, давайте попробуем их включить. Что они могут. На самих щупах написано, что они работают до 1000 вольт и до 1000 ампер максимально. Это положительная сторона и есть датчик NSV. На передней панели, соответственно, набор кнопок. Функция. Три кнопки. Сейчас мы с ними разберемся. Включается прибор крутилкой. Загорается цветной экран. Эти токовые клещи имеют функцию самоотключения. Горит соответствующий значок. Если они не используются в течение 15 минут, то, соответственно, они сами отключаются. Эту функцию можно отключить. Все стандартно. Для того, чтобы отключить, выключаем прибор, зажимаем функцию кнопку, держим 2 секунды, включаем прибор. Он пропищал несколько раз и теперь он уже сам автоматически отключаться не будет. Полезная фишечка, но сейчас она, в принципе, есть на всех приборах. И теперь давайте разберемся по кнопкам. Первая красная кнопка функция, соответственно, выбирает нужные нам режимы работы. Вот сейчас мы находимся в режиме измерения тока, силы тока, то есть ампер, постоянный ток, DC, то есть ток у нас постоянный. Кнопкой функции можем переключиться на переменный ток. Нажимаем дальше. Три желтеньких буквы VFD, что означает включился высокочастотный фильтр. То есть режим измерения переменного тока с применением высокочастотного фильтра, который устраняет высокочастотный шум при измерении переменного напряжения. Нажимаем дальше. Слово INRUSH, что означает скачок. То есть плещи будут изменять ток в режиме пускового тока. Нажимаем функцию и возвращаемся назад. Следующая кнопка RAN, то есть ранжировка. Но для этого нам надо перейти на измерение вольт. Вот мы перешли на измерение вольт. По умолчанию клещи сами ставят ранжировку, то есть определяют количество знаков после запятой. Но можно это сделать и в ручном режиме. Нажимаем эту кнопку и меняется у нас точечка относительно нолей. То есть можем поставить эту точечку, куда нам надо выбрать оптимальный для нас ранг. Для того, чтобы выйти в автоматический режим, нажали кнопочку, держим 2 секунды, он перейдет в автоматический режим. Загорится слово AUTO. Средняя кнопка, максимум, минимум. Это стандартно. То есть нажимаем кнопку, загорается слово максимум, будет показываться максимальное значение. Нажимаем кнопку, будет показываться минимальное значение. Зажали кнопку, держим. Выключается этот режим. Переходим опять в автоматический режим. И есть кнопка REL ZERO. Это, в принципе, одно и то же. Но слово ZERO используется для постоянного тока. REL для всех остальных функций. То есть, если у нас на дисплее есть какие-то показания, нам надо сбросить на ноль. Нажимаем кнопочку, сбрасываем на ноль. Ну и сбоку есть кнопка HOLD и фонарик. Если мы нажмем кнопку HOLD, загорится определенный значок, соответствующий ей. И это будет означать, что будут запоминаться последние показания. Нажимаем еще раз кнопочку, снимаем заморозку показаний. Так, нажимаем и держим, включается фонарик. Фонарик, конечно, всегда не лишний. Нажимаем, держим, фонарик выключается. Подключаем щупы, они уходят довольно плотно, что, в принципе, радует. Так, ну и давайте проверять. Дисплей на приборе цветной, без подсветки. Ну, в принципе, на цветных дисплеях подсветка и не нужна. Одно только плохо, что камера его плохо передает. По качеству в жизни он выглядит намного лучше. Так, ставим прибор на измерение напряжения постоянного. И посмотрим, что у нас выдает вот этот вот элементик. Плюс на плюс, минус на минус. Он нам показывает 7,5 вольт. Разряжена моя батареечка. Надо бы ее зарядить. Поменяем полярность. Посмотрим, покажет нам прибор минус или нет. Показывает минус 7,5 вольт. Все хорошо. При этом прибор еще показывает температуру в градусах по Цельсию, 24 градуса. И у него есть тут аналоговая шкала. Которой хорошо пользоваться, если у нас значения постоянно меняются во времени. Таким образом, прибор имеет цифровую шкалу и аналоговую. Но сейчас, в принципе, все мультиметры имеют две шкалы. Цифровую и аналоговую. Но, опять же, повторюсь, в этих клещах мультиметр полноценный. То есть, не обрезанный. Имеет все функции нормального мультиметра. Отложим батарейку в сторону. Тут все понятно. Возьмем бытовую розетку. Посмотрим, как работает прибор при измерении бытового напряжения. Но для этого нам нужно перевести его на переменный ток. Кнопочка функция. Находимся в переменном токе. Режим авто. При этом прибор чувствует магнитные поля. Если будем розетку отодвигать, будут изменяться показания на приборе. То есть, он чувствует магнитные поля. Но это все-таки же клещи. Так, ну давайте в режиме авто попробуем проверить напряжение в бытовой розетке. Ставим щупы. 222 вольта показывает. А теперь попробуем все тоже сделать только в ручном режиме. Переходим в ручной режим. Делаем ранжировку. И опять делаем то же самое. Тот же замер. Меряем напряжение в бытовой розетке. 220 вольт. И показывает 49,9 Гц. В принципе, все хорошо. Нажимаем кнопочку функцию дальше. Переходим в высокочастотный фильтр. Опять меряем. 222 вольта. В принципе, все то же самое. Все хорошо. У этого прибора можно мерить напряжение еще в одном режиме. Вот в этом. То есть в него надо переключиться. Переводим прибор в этот режим. И что он меряет? Он меряет, опять же, написано постоянное переменное напряжение, но в режиме LOS. Переходим в переменный ток. И меряем в автоматическом режиме в этом положении, опять же, напряжение бытовой розетки. Что оно нам скажет? 224 вольта, 50 Гц. Все как и есть. Что это за режим? Это режим измерения напряжения с низким импедансом. Нужен для того, чтобы предотвратить фантомные показания напряжений. Минус этого режима в том, что им нельзя пользоваться больше, чем одну минуту. То есть сделали замер в розетке, но не более одной минуты, чтобы не повредить прибор. И при этом в режиме используются внутренние батарейки прибора. Но это все высшая математика. Главное запомнить, что в этом режиме нельзя пользоваться больше, чем одну минуту. Давайте переключим прибор в режим измерения частоты, то есть герц переменного тока. Опять щупил розетку. Бытовой ток у нас 50 Гц должен быть. Так он и показывает 50 Гц. Все хорошо. Теперь розетку в сторону. Нам больше не надо. Давайте посмотрим на эту функцию. Тут сразу 4 значка. Переводим переключатель в это положение. Смотрим, что он тут умеет. Это режим измерения сопротивления. Берем сопротивление. Посмотрим, что он нам покажет. Думает. Показывает 46 Ом. Так и должно быть. Ну и соответственно есть опять же ручной режим, то есть ранжировка. Есть автоматический режим, есть ручной режим. Дальше нажимаем кнопочку функцию. Переходим в режим прозвонки. Значит инструкция говорит о том, что если у нас сопротивление меньше 30 Ом, у нас будет прибор пищать. Соединяем щупы. Он пищит. Насколько быстро он срабатывает, давайте проверим. Раз через раз. Раз работает очень быстро, а иногда бывает задумывается. Но в целом на 90% работает он довольно быстро. Значит при работе в этих режимах прибор имеет защиту от перегрузки больше 250 Вольт. Нажимаем кнопочку функция. Переходим в режим прозвонки диодов. Самый интересный режим, о котором всегда все спрашивают. Берем нашу лампочку. То есть диод нам здесь нужен. Подвинем немножко прибор. И давайте попробуем прозвонить диод. Загорается светодиод, значит у нас прибор в состоянии зажечь такой маленький светодиодик. То есть при диагностике светодиодов этот прибор вполне себе работоспособный. В обратную сторону, соответственно, диод не горит. Меняем опять полярность. Должен гореть. Горит. С диагностикой светодиодов этот приборчик справляется, потому что все время за них спрашивает. Нажимаем кнопку функцию. Переходим в режим измерения емкости конденсаторов. Сейчас найдем конденсатор. Так, есть у меня вот такой вот конденсатор. 3,3 микрофарад. Давайте посмотрим, как он будет работать с конденсатором. Попробуем найти, где у него минус с этой стороны. Замыкаем конденсатор, разряжаем. Минус на минус. Плюс на плюс. И посмотрим, как он успешно с этим справится. Думает. Ну, на конденсаторах все приборы думают. 4,2 микрофарад. Перейдем в следующий режим. Режим измерения температуры. Показывает температуру по Фаренгейту, по Цельсию. Основная шкала по Цельсию, дополнительная по Фаренгейту. И в этом положении можно установить термопару. Что мы сейчас и сделаем. Термопара имеет такой вид. И пишут в комментариях к приборам нечасто, что это самая правильная термопара, которая может быть. Ну, давайте измерим температуру моего тела. Что он мне покажет. 32 градуса. Давайте возьмем нагретую воду и туда опустим термопару. Вода потихоньку остывает и температура падает. Ну, в общем, термопара работает. Показывает в Цельсиях, показывает по Фаренгейту. Все с термопарой хорошо. Перейдем в последний режим. NSV Live. То есть NSV это режим бесконтактного определения напряжения переменного тока. И прибор уже пищит, потому что рядом лежит, что розетка бытовая. Соответственно, он начинает пищать. Чувствительность у него большая. Датчик NSV расположен у него на щупах вот здесь. Если он чувствует большие электромагнитные поля, горит красным цветом и пищит часто. Если чувствует слабые электромагнитные поля, зеленый сигнал включается на расстоянии 15 сантиметров. А красный включается на расстоянии 10 сантиметров. В общем, как мне кажется, искать проводку в штукатурке этим прибором будет немножко сложно. И как видно, у прибора явно возникли трудности с определением, где у нас провод. Он, конечно, показывает, что электромагнитные поля есть, что тут есть провод в стенке, но где именно, этим прибором определить сложно. И в этом режиме, можно сказать, этот прибор проявил себя с не лучшей стороны. То есть, определить в нем проводку проблемно и, можно сказать, практически нереально. Режим этот есть, но он больше для галочки. С режимом NSV в этом приборе не сложилось. Переходим в режим Live. То есть, определяем, где у нас фаза, где ноль в розетке. Попробуем, как работает этот прибор. Для этого нам нужен только один положительный провод. Горит красный индикатор, частый звуковой сигнал, буковка H. То есть, это фаза. Переставляем в другую. Ячейку розетки. Горит зеленый индикатор. Буковка L. То есть, это у нас ноль. Ну, то есть, в режиме Live прибор работает так, как надо, без проблем. Давайте проверим, как клещи работают на измерении тока. Зеленый глаз горит. Показывает заряд нормальный. Не замерзнет аккумулятор. Целый один градус тепла на улице, а ночью было минус 8. Сейчас утро. Посмотрим, как она с утра потянет току. Проверим напряжение на клеммах. Что она нам расскажет. 12-25. Ну, типическая ситуация аккумулятора после мороза. По напряжению разряжено. Зеленый глаз горит. Почему так происходит, всегда в своих видео рассказывал. Ну, вот, аккумулятор подмерзший, потому что ночью был минус. Электролит отошел от пластин. И батарея подает признаки по вольтажу разряженной. На самом деле она заряженная, но подмерзшая. Ну, давайте посмотрим на токи. Так, к минусовой клемме будем присоединяться. Тут на щупах написано плюс. С этой стороны минус. Значит, минусом к минусовой клемме. Ставим на измерение силы тока. Постоянный ток. И поставим максимум будем измерять. Так, отрицательной стороной к отрицательной клемме. И идем запускать двигатель. Посмотрим, какой у нас будет максимальный пусковой ток. Смотрим, что показывает наша новая модная приблуда. 270 ампер. Ну, а сегодня на канале у меня был такой прибор. На вид мощный, красивый. По размерам клещи эти не маленькие, крупные клещи. Кто чего думает по этому прибору, пишите в комментариях. Но лично мое мнение, прибор хороший. Клещи чудесные. Для работы с автомобилями, с аккумуляторами то, что надо. Мультиметр нормальный. На всех режимах работает хорошо, кроме NSV. Вот NSV подвел. Во всем остальном прибор довольно продвинутый и довольно удобный. Конечно, дисплейчик небольшого размера. Но это же клещи все-таки, а не мультиметр. Такие вот дела. Так что жду ваших комментариев по этому поводу. Ну и ссылку на продавца оставлю в описании. Это они. Субтитры создавал DimaTorzok